Привет, друг! Это третий новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Maxon переносит все свои выставки и мероприятия в режим онлайн. Все события будут транслироваться на официальном YouTube-канале и сайте, который указан в описании. Maxon составили расписание с 18 июня и аж по 9 декабря 2020 года. Ставь напоминалки, чтобы не пропустить. В стриме примут участие профессионалы VFX. Все видео с прямых трансляций останутся в свободном доступе на YouTube-канале Maxon. Как ты уже знаешь, работа, которая ведется в Redshift, публикуется на стене в Trello. Там ты можешь посмотреть, какие задачи на данный момент ставят разработчики в приоритете. Но все это происходит достаточно долго и новых фишечек пока не завозят. Тем не менее, 10 числа анонсирован Redshift 3.0.22 и все мелкие нововведения можешь глянуть по ссылке в описании. Ссылка, кстати, обозначена на все обновления, которые выпускал Redshift поочередно. Не так давно вышло обновление на очень интересную программу Анима. Этот софт позволяет создавать движение людей по заданной траектории и не только, используя отсканированные 3D-модели. В анимации проработано абсолютно все, начиная от процедурного движения людей до мимики лица, а также движения одежды. Конечно же, там присутствуют косяки, которые тесно связаны со сканированием людей. Для создания невероятно реалистичной сцены вам необходимо просто определить область передвижения людей, и 3D-модели будут проецироваться на имеющуюся траекторию. Несмотря на огромную библиотеку людей, ты можешь использовать сторонние модели для анимации. В софт встроен конвертер файлов для импорта в файлы FBX, OpenCollado или V-Ray сцен. Опробовать программу можно бесплатно, но с большими ограничениями, а также имеется 3 вида подписки, ну о которых подробнее в описании. Чуть позже про аниме я расскажу в отдельном уроке. Ставь у себя уведомление о выпуске новых роликов, чтобы не пропустить самое интересное. Вышел ZBrush Core Mini. Мини предназначен для новичков, причем любых возрастов. Интерфейс программы очень прост и очень похож на структуру полноценной программы, что позволяет очень быстро перейти на Pro-версию в дальнейшем, а особенно полезно для тех, кто так и не решил соосвоить инопланетянский интерфейс ZBrush. Хоть и на самом деле он и несложный. В программу включены самые необходимые и часто используемые кисти. ZBrush Core Mini ты можешь скачать бесплатно на официальном сайте, учитывая, что это очень ограниченная версия и предназначена только для образовательных целей, без коммерческого использования. Если хочешь просто проверить себя на таланты скульптинга, то вот оно. Unity выпустил Unity Mars, который работает с дополненной реальностью. Технологии, которые выпускает Unity, достаточно сложные, и многие пользователи ругают разработчиков за неисправленные ошибки базового функционала и впоследствии выпуски новых технологий поверх недоделанных версий. Что такое Mars? Проще говоря, Mars это, ну это, конечно, планета, но в данном случае это программа, которая позволяет отлаживать все недочеты создания приложений на AR, то есть на дополненную реальность. Это значит, что тебе будут доступны огромные базы данных для проверки и четкого распознавания информации с твоим приложением, а также создавать и анализировать всю местность для объединения всей информации в одну сеть. Unity гордится этим изобретением, и на официальном сайте можно узреть огромное количество постов на данную тему. Такими темпами можно будет с легкостью выводить нейронную сеть на просчеты дорожных знаков, ну и, собственно, самих дорог. С этого, я думаю, ты сам понимаешь, что может получиться. А, в общем, следим. Также, далеко не уходя, 9 июня Unity выпустила версию 2019 LTS. Версии Unity для LTS станут по умолчанию доступными для загрузки из Unity Hub. В дальнейшем Unity будет выпускать до двух обновлений в год, а следом ежегодный выпуск LTS, который будет рассчитан на исправление ошибок и стабильность продукта. LTS – это аббревиатура, а не просто набор букв, то есть Long Term Support, что в первую очередь означает долгосрочная поддержка программного обеспечения. И еще скачивай Unity 2020 и 1 Beta. Ну, если ты хочешь протестить будущую новую версию и получить доступ к новым функциям раньше всех, последняя доработка под названием Unity 2021 Beta 12 выпущена 10 июня. Учти, что это нестабильная версия. Но если ты хочешь еще больше внести вклад в развитие Unity, то опробуй Unity 2020.2 Alpha. Как пишут сами разработчики, это еще более ранний доступ к новым функциям и улучшениям грядущих выпусков, чем в бета-версии. Немного о NVIDIA. Вместе с новым графическим процессором NVIDIA A100 выпустили CUDA 11. Этот инструмент предназначен для оптимизации приложений на GPU, то есть на видеокарте. В версии 11 имеется полная поддержка архитектуры графического процессора NVIDIA Ampere. И разработчики очень подробно расписали все особенности GPU ускорителя на официальном сайте. Ссылочка в описании. А также ссылка для скачивания CUDA 11. Поэтому загружай уже сейчас, это бесплатно. NVIDIA представляет Inside Graphic 2020.3. Это автономный инструмент для разработчиков, который позволяет отлаживать, профилировать и экспортировать кадры, созданные с помощью Direct3D, Vulkan, OpenGL, OpenVR и Oculus. Он предоставляется бесплатно для зарегистрированных разработчиков NVIDIA. В обновление входит GPU Trace, анализ пропускной способности и использование графического процессора с минимальными издержками. Также Ray Tracing Дебаггинг. А это отладка ваших вызовов IP трассировки лучей и проверки состояния. Ну и как обычно, все исправления с ссылкой в описании. На фоне сложившейся обстановки в США, ну ты и без меня в курсе всего происходящего, проходят протесты. Причем не только в режиме офлайн. Игроки GTA Online решили своим способом поддержать мероприятие. Около 60 человек присоединились к демонстрации в GTA. Все игроки были в черной одежде и на черных тачках. Группа проехала колонной по Лос-Антосу. Заодно собрали денег в фонд Джоанны Флойд. Вот такая штука. Reallusion создатели Charakter Creator 3 выпустили обновление CC 3.3. В июльском выпуске будет бесплатно включен инструмент SkinGen. В доступе будет новая база персонажей CC3 Base Plus, а также встроенные наборы скин, мейкап и широкие настройки слоев. Помимо халявного пакета предоставлен и платный SkinGen Premium. Плагин работает на послойной системе. Ты можешь настраивать наложение слоев и их порядок. Вкратце, ты не рисуешь, а просто добавляешь как в каком-нибудь Sims. Только более детально и со своими настройками. Для окончательного рендера ты можешь использовать текстуры в 4К. Подробнее по ссылочке в описании. Не уходя далеко, в магазине Reallusion появились 20 пакетов Must Have. С купоном МАЗ-30, а в общем вот этим, для дополнительной скидки 30%, ты получишь бесплатный бонус пакет. Эксклюзивный бонус это 2D Toon Family с комиксами, животными и детским стилем эскизов. Специальное предложение заканчивается 30 июня. SketchUp от Trimble выходит на другой уровень и закрывает продажу бессрочных лицензий. Наступит это в ноябре 2020 года. В продаже останется только годовая подписка. Также они прекратят техническое обслуживание лицензий, которые уже приобретены. То есть, если ты не переходишь на систему подписки, то ты не получаешь обновления. Вот такая ерунда. У SketchUp также имеется бесплатная ограниченная версия. Подробности о стоимости и возможностях в описании. Плюс еще немного халявы. В Pixel Lab при оформлении подписки на рассылку их новостей предоставляется бонусное приветствие в виде бесплатных моделей. На указанную тобой почту придет ссылка и пароль для доступа к моделям. А их, между прочим, более 300. Также еженедельная халява присутствует на сайте dust3d.com. Там ты найдешь интересные модели с более-менее хорошим качеством. Но, повторюсь, с более-менее. Еще в Pixel Lab выпустили пакет Blemish Pro из 100 качественных текстур. Царапины, пятна, отпечатки пальцев и грязь – основа этого пакета. Вдобавок еще в 8К. На момент выхода этого выпуска CGI новостей еще действует скидка на приобретение в размере 10%. Но на самом деле таких пакетов очень много. И потертости уж с царапинами можно найти и на просторах интернета. Выпущен ZEA Substance Converter. И он совершенно бесплатный. Конвертер, как уже понятно из названия, позволяет быстро конвертировать материалы Substance в материалы ZEA. В этом софте имеется предварительный просмотр текстур Substance. И ты сможешь изменять и настраивать текстуры внутри самого конвертера. ZEA – это GPU рендер для таких программ, как Cinema 4D, SketchUp и Rina. Бесплатная версия DaVinci Resolve 16.2 включает в себя все ту же высококачественную обработку, что и DaVinci Resolve 16.2 Studio. Если нужны такие функции, как поддержка нескольких графических процессоров, вывод 4К, эффекты размытия в движении, временное и пространственное шумоподавление, инструменты HDR, камера слежения, несколько инструментов Resolve FX, 3D-стереоскопические инструменты, удаленный рендеринг, внешний сервер баз данных и инструменты. Для совместной работы и позволяющей нескольким пользователям одновременно работать над одним проектом, то необходимо обновиться до DaVinci Resolve 16.2 Studio. И все обновления по программе в описании. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите в наш телеграм-чат для обсуждения. До скорого!